Наши предки ныкались где-то в темноте, в лесной подстилке, потому что нас ели динозавры. Если вы там ползете, опять же, в виде червяка, и один укус в затылок, и привет. Зрение возникает у самых разных тварей. Они прозрели. Они обрели способность видеть, на самом деле, четыре цвета. Самые рекордсмены видят 26 цветов. Рождается человек-мутант, который видит ультрафиолет. Но это глазки, но не глазки. Итак, снова здравствуйте. И снова программа «Человек разумный». И ее ведущий Дробышевский. Может быть, чуть-чуть тоже разумный. И сегодня мы поведем речь про цветное зрение человека, ну и всяческих его, конечно же, родственников. Вообще, зрение как таковое было супервеликим достижением. С помощью фоторецепторов можно определять массу таких показателей каких-то там других объектов, которых невозможно определять с помощью более первобытной хеморецепции или механорецепции. Ну, хеморецепция – это, естественно, обонение и вкус. Ну, что в воде примерно одно и то же. Если вы, допустим, в состоянии какого-то червяка ползете по этому Кембрийскому океану по дну, и пахнет из песка, как правило, чем-нибудь, ну, из воды тоже, но из воды непонятно, откуда притекло, а из песка-то понятно, то, скорее всего, вы где-то уже совсем близко к раздражителю. Какая-нибудь улитка проползла, химический след оставила, и туда она проползла или туда приползла. Ну, как бы то, что проползла, да, понятно. А большая она была, маленькая, опасная она, не опасная, хищная, не хищная. Запаха далеко не так очевидна. С тактильной еще все хуже, на самом деле, поэтому она и позже возникла. Ну, потому что если вы там ползете, опять же, в виде червяка и какими-то этими своими ложноножками там шупаете все вокруг и нашли что-то, да, если оно опасное, ну, все, поздно, оно, скорее всего, вас сейчас съест уже. А если что-то съедобное, то, ну, тоже довольно проблематично найти, потому что, ну, оно может быть далеко, и вам надо будет слишком длинные свои вот эти шупальцы эти, так ли, отращивать. Так что с тактильной чувствительностью тоже есть свои проблемы. А со зрением этих проблем нет, потому что вы издаля увидели, вот это съедобное, вот это несъедобное, это мне вообще неинтересно, а вот это вот, допустим, представитель моего же вида поползул пообщаться. Поэтому, ну, где-то, видимо, в кембре все же, зрение возникает у самых разных тварей, и причем независимо. Ну, вообще, первые варианты фоторецепции, понятно, были еще и там у каких-то бактерий. Они, конечно, не то чтобы видят, но со светом-то общаются, потому что фотосинтез и фоторецепторика, ну, суть-то одна примерно, смысл примерно тот же самый. То есть это некая реакция на свет. Ну, вопрос как бы, куда дальше этот импульс направить? На синтез углеводов, например, каких-то, да, там, глюкозы, или на какое-нибудь движение, там, реакцию на происходящее. И вот эта самая фоторецепторика, она так или иначе как бы возникала по разным поводам, но, видимо-таки, уже в кембре как-то вырвалась на простор, и куча-куча тварей стали видеть, они прозрели. И какие-нибудь моллюски, брахиоподы, и даже некоторые кишечно-полосные, особо одаренные, и там какие-нибудь галакожие, и хордовые в том числе. Вот, причем у первых хордовых со зрением, в общем-то, были проблемы, понятное дело. То есть, если посмотреть на ланцетника, у него есть светочувствительные отдельные там глазки, так называемые, но это глазки, но не глазки, так называемые глазки гессия, и там отдельные клеточки, а к ним такие линзочки направляют свет, как бы отражают. При такой примитивной фоторецепторике можно понять только, по сути, наличие света или отсутствие света. Дальше больше, все это дело развивалось, и в какой-то момент вот эти светочувствительные органы, эти фоторецепторы стали способны различать разные длины волны, то есть разные цвета. Ну, как это возникло и у кого, честно говоря, мы не знаем, и, скорее всего, даже параллельно. Но так или иначе появились вот апсины. Апсины – это белки, которые находятся в глазах и, собственно, реагируют на разные длины волн. Ну, и у разных существ это довольно сильно, не одинаково. У некоторых очень бурно, надо сказать. Лучше всего, конечно же, у морских животных, которые живут там, где много цветов. Ну, то есть где не слишком глубоко, то есть ясно, что если вы как рыбоудильщик живете на глубине в 2000 метров, там не то, что цветное зрение, там вообще любое становится бессмысленным. Хотя и то они там всякими-то лампочками мигают и как-то между собой этим светом сигнале общаются. Но гораздо приятнее, если вы живете на мелководье, а еще лучше, если вы живете на каком-нибудь коралловом рифе. И тут причем влияние происходит в обе стороны. То есть, с одной стороны, разнообразие вот этой яркости, многоцветие кораллового рифа делает полезным, ну, если не необходимым, цветное зрение. А с другой же стороны, само вот это многообразие и вот эта цветовая палитра стали возможны, потому что стало кому видеть. Потому что если никто на это дело не смотрит, то и зачем ему быть цветным? Ну, оно может стать цветным по чисто каким-то таким практическим причинам. Ну, накапливается какое-то вещество, и вот зверюшку стало там красное, допустим, да, или там зеленое, там, неважно. Но не потому, что ему это как-то полезно, а это побочный эффект. Ну, на самом деле, у растений так. То есть, на растения сами растения это не смотрят. Поэтому они зеленые не потому, что им красиво быть зелеными, и они там друг другу нравятся зелеными. Палового отбора в этом смысле там нету никакого. А потому что зеленый цвет – это просто побочный эффект фотосинтеза. Вот там одни длинные волн поглощаются, другие отражаются, но зеленый отражается, и мы его видим. Причем иногда, удивительным образом, цветность может стать основой невидимости. Как это неудивительно. Ну, как бывает, опять же, у глубоководных существ с красным цветом. Многие глубоководные существа яркого красного цвета. Казалось бы, там всегда темно, ну, кроме там фонаря какого-нибудь батискафа заблудшего, да, но, в принципе, это бывает недавно и нечасто. А как бы сами эти твари друг друга не видят. И зачем им быть ярко-красными? Вот, это даже и не побочный эффект, а именно что следствие отбора. А секрет простой. Красные фотоны, они слабосильные и на большую глубину не проникают, не проходят. Вот, еще там какие-то синие фотоны могут пробиться, да, а красные – нет. И поэтому, если накопить в своих тканях много красного цвета, то ты становишься невидимым, потому что красных фотонов там банально нету, а все остальные как бы поглощаются, и вы отражаете только красный свет. Ну, идеально, конечно, быть черным, но на черный пигмент надо потратить, видимо, больше, чем на красный пигмент. А если даже вы живете там, где все прекрасно видно и где много света, можно замаскироваться, можно стать похожим на что-нибудь, ну, там, расцветиться какими-нибудь полосочками, да, там бывает расчленяющая окраска, маскирующая окраска, там разные варианты окраски. Вот, и тогда зрение хищника его подведет, он вас будет видеть. Либо это их маскирует, либо, наоборот, там кого-то привлекает. Ну, того, кто видит, для чего-то это может быть нужно. Ну, с Кораном, я, честно говоря, я не уверен, а на суши-то сплошь и рядом, ну, те же цветы у растений, когда яркие цветы, и они яркие не потому, что другое растение видит, другое растение тоже слепое. Ну, а там, потому что бабочка какая-нибудь или пчелка видит, и если пчелка видит хороший там какой-нибудь ультрафиолетовый цветок, ну, или там желтый цветок, там синий цветок, там неважно, да, главное, чтобы не зеленый был, чтобы с лесой не сливался, то она будет эффективно его опалять, и растения с этими незелеными цветами будут преобладать в следующем поколении. Классический отбор, естественно, образцово-показательный. Ну, и, собственно, таким образом цветность создается у всяких тварей и существ, которые сами, может быть, тоже слепые. Ну, и тут мы вылезаем на сушу, на самом деле, ну, наши предки, то бишь, и из рыб становимся амфибиями. Ну, на самом деле, и у рыб, и амфибии зрение там примерно похожее, вот, ну, только там с поправкой на преломление света, понятное дело, и там какие-нибудь хрусталики немножко другие, но это уже не процветность. А если процветность, то вылезши на сушу, они обрели способность видеть, на самом деле, четыре цвета. Красный, зеленый, синий и ближний ультрафиолет. И вот эти позвоночные, они в этом смысле были не рекордсмены. Потому что, как я уже начал говорить, на коралловом рифе-то многоцветие большое, поэтому там возникли твари, которые видят гораздо больше. Допустим, у рака богомола там есть куча видов, и некоторые видят там шесть цветов, а самые рекордсмены видят там двадцать шесть цветов. Ну, вот, то есть мы, вот сейчас человек видит три. У нас три апсина для трех цветов. Они двадцать шесть. Но, правда, есть еще такой нюанс, что одно дело, сколько мы различаем вот этих длин волн, а другое дело, сколько потом мы из этого можем скомбинировать своей нервной системой. Если мы сейчас видим три цвета, а рак богомола двадцать шесть, но у нас мозгов много, и мы из трех цветов комбинируем, там, миллион, условно, а рак богомола из двадцати шести комбинирует двадцать шесть. Но вдруг наступил мезозой, и конкретно трясовый период, а дальше юрский и миловой. И наши предки млекопитающие вот эту свою способность подрастеряли, потому что нас ели динозавры. Это очень было неприятно. И наши предки ныкались где-то в темноте, в лесной подстилке, там, где, опять же, не сильно много чего можно видеть, ну, зато нюхать стали лучше и шупать все вокруг вибриссами, прежде всего, ну, и шорской тоже. Вот, то есть тактильные способности выросли, а вонятельные просто на порядке выросли, и плюс еще слух, конечно, хороший стал. А вот зрение просело. Ну, потому что если вы все время ползаете среди какой-то жухой листвы, ну, там, травы, может, еще мезозоя особо не было, ну, хвощи-то были. И, там, на что смотреть-то? И тем более еще и в темноте. А в темноте, опять же, красного цвета, что-то как-то небогато. Ну, вот, поэтому красное зрение пропало с концами, и ультрафиолет пропал с концами. Ну, вообще, на самом деле, мезозоя – это термоэры, и с ультрафиолетом там все было в порядке. Ну, вот, ну, может быть, как раз это и было проблемой, что его было так много, что, как бы, его и так хватает, и что на него смотреть. Ну, там вопрос, почему? Ну, по факту мы его потеряли. Ну, наши предки приматные ольцинировали дальше. И хотя у полуобезьян, всяких там лемуров, тоже, как вот у всех млекопитающих, зеленый-синий, все, как бы, ничего другого нет. Но в последующем нам все-таки цветность немножечко пригодилась, потому что в том же самом мезозое возникают еще, к тому же, и цветковые растения. В меловом периоде их стало уже много, в середине где-то, там, в конце уже вполне нормальные. И цветковые растения, кроме прочего, стали отращивать цветы и плоды. Цветы, чтобы их кто-то опылял, ну, это в основном про насекомых, а плоды, чтобы их кто-то ел. Это в основном про птичек на самом деле. У птичек все прекрасно со зрением, в том числе с ультрафиолетом. Вот, и птички здорово видят, поэтому для них предназначены такие темные, ну, для нас они практически черные плоды, вообще они ультрафиолетовые, и какие-нибудь такие ярко-красные плоды, это тоже для птичек. А наши предки, приматы, тоже потихонечку становились плодоядными. Наши предки стали есть еще и вот эти самые плоды. Ну, за птичками фактически, как бы, да, потому что, ну, птички пораньше все-таки появились. Но где-то уже к концу самого мезозоя и в начале кайнозоя, то есть примерно 65 миллионов лет назад, мы стали гораздо более фруктоядными. А чем дальше, тем больше, и ко времени 45 миллионов лет назад еще более фруктоядными. И тут мы уже из полуобезьян становимся обезьянами, и нам нужно различать цветные плоды. И тут появились мутации, которые дали нам возможность различать красный цвет от зеленого. Ну, исходно это был один и тот же ген, кстати говоря, икс-хромосомия, вот как бы зеленого цвета, зеленого апсина. И тут у разных обезьян вот эта способность возникла немножко разная. Ну, кстати, сразу, забегая немножко, может быть, вперед, скажу, что по итогу мы научились различать, но все-таки не совсем как птички. И, как я уже сказал, для птичек предназначены такие очень темные плоды или ярко-ярко-красные, а для приматов – оранжевые. Ну, все знают, да, что какой-нибудь там манго или там апельсин. Вот этот самый такой, как бы, для нас привлекательный цвет. Собственно, вот примерно 45 или около того, там от 45 до 30 миллионов лет назад у нас появляется цветное зрение, судя по всему. И возникает оно двумя разными способами. Один вариант реализовался у широконосых обезьян, это южноамериканские, другой у узконосых – это старого света. У широконосых обезьян это сделалось немножко кривенько, потому что у них вот эта цветность различия зеленого-красного создалась за счет аллельных вариантов. То есть есть вот этот самый ген цветности зеленый, и возник аллель этого гена. То есть ген тот же самый, но есть два варианта. Один зеленый, другой красненький, но ген-то один, и копия его одна на одной и той же вот этой самой х-хромосоме. Из чего следуют, ну, как бы, странности с нашей точки зрения. То есть если вот берем какую-нибудь капуцину, допустим, да, если это капуцин-самец, то он будет 100% дальтоник, потому что у него одна х-хромосома, вторая – у, и на этом иксе либо зеленый аллель, либо красный аллель, ну, либо-либо. Поэтому он будет видеть или зеленый, или красный, но другого, соответственно, не будет видеть. А ежели это самка, у нее две х-хромосомы, и, стало быть, ежели ей не очень повезет, у нее на обоих иксах будет два зеленых, или на обоих иксах будет по штуке, ну, суммарно два, опять же, красных. Ну, и тогда она, опять же, будет как этот самец несчастный, да, тоже дальтоника. Но ежели ей повезет, ну, а вероятность этого не такая уж маленькая, то на двух разных иксах у нее будет два разных аллеля. На одном красненький, на другом зелененький. И тогда она будет видеть этот самый оранжевый и красный цвет, вот, что дает ей огромные преимущества, потому что она будет лучше видеть спелые плоды и радостно к ним бежать и громко вопить, а все другие будут на нее смотреть. Если она радостно запела и куда-то там побежала, ну, значит, надо бежать за ней, значит, она что-то клевое увидела, и надо срочно отхватить, потому что иначе не хватит. Вот, либо же она увидела, может быть, хищника, потому что хищники-то возникали параллельно, и они-то в черно-белом постезрением. Поэтому какой-нибудь там ягуар, да, ну, это в Южной Америке происходит, али там оцелот, он ярко-оранжевый на самом деле. Ну, кстати, так, догоняя тему с оранжевостью у других зверей, можно сказать, что это сослужило, ну, где-то хорошую, а где-то не очень хорошую службу, скажем, оленям, потому что олени, детеныши, они тоже ярко-оранжевые. Ну, вопрос, опять же, почему, но как-то так вот оно получилось, и для них это не вредный признак. То есть, когда вот этот бэмби, такой ярко-оранжевый, с черными пятнышками, лежит на изумрудной зеленой травке, то он вообще-то невидимый на самом-то деле. Потому что хищники, которые на него покушаются, ну, будь то там ягуар, леопард какой-нибудь в Африке, да, или в Азии, там волки, медведи, там, неважно кто, они-то с практически черно-белым зрением, ну, зеленый-синий-то они не видят, а оранжевый-то они не видят. И для них этот оранжевый олененок зеленый на самом деле. И к тому же он с этими пятнышками своими, там, ну, у каких-то оленей там черные-белые, да, там по-разному. Ну, чаще даже, кстати, белые. И вот, значит, он там лежит, типа там солнечные зайчики, на травке что-то тоже блестит, и его не видно. А пахнуть он не пахнет вообще ни разу, и найти его невозможно. Вот, он будет посреди поляны лежать, никто его в упор не замечает. А вот когда уже люди обрели цветное зрение, ну, вернее, их там предки, а люди потом вылезли и стали хищными, тут-то как бы оленям стало грустно. Потому что человек-то этого бэмби чудесно видит за километр. Ну, он, конечно, там лежит, не шевелится, там можно пропустить, но если человек охотник, он его увидит только так. Но, значит, возвращаясь к нашим предкам, вот где-то в этом интервале, там, от 45 до 30 миллионов лет назад у наших предков возникает цветное зрение, но другим способом, нежели у шоклоносых. Мы-то узконосые обезьяны старого света. И у нас это возникло не как два аллеля одного гена, а как два разных гена. То есть есть такой вариант мутации, как дупликация. Когда на хромосоме есть ген, он делится на две копии, и получается два варианта, ну, две копии. Ну, исходные они, строго говоря, одинаковые. Ну, это называется дупликация. И, в принципе, не обязательно два, их там сколько угодно может оказаться. Ну, много может там не сильно полезно, но вот, а два нормальны. И в последующем, ну, по стандартному варианту, какой-то из этих вариантов мутирует, ломается и остается мусором там где-то в ДНК, и фиг бы с ним. Но в данном случае у нас получилось поиначе, потому что у нас один ген мутировал, но не смертельно, так что он не стал нерабочим, а стал различать красный цвет. И снова к нам вернулась способность видеть красный цвет, как это видели какие-то там рептилийные предки. Но в отличие от широконосых обезьян, зеленый-то сохранился. Поэтому даже самцы видят и красный, и зеленый цвет. Это приятно, это хорошо. Понятно, что цветность это один из признаков, это один из факторов там выживания. И в принципе можно и с черно-белым жить. Ну, мы же живем без ультрафиолета. И ничего, как-то живем. Вот, а крокодил вот живет с ультрафиолетом, и тоже ему хорошо. Так что нам стало приятнее, но как бы не это вывело нас в люди, понятное дело. Но все равно, мелочь, но приятно. И мы стали различать красный цвет. И опять же, стали лучше искать плоды. А к этому моменту мы были уже такие хорошо плодоядные. Потому что вот эти там от 45 до 30 миллионов лет, это самый конец, ну, вторая половина, вернее, оцены. Это олигоцен, это первая половина миоцена. То есть это эпохи, когда с климатом все было еще более-менее нормально. Ну, в оцене вообще прекрасно, в олигоцене там немножко подмерзло, ну, а в миоцене в целом-то по планете тоже подмерзло. Но наши предки, слава богу, сидели в тропиках, и там с ними все было хорошо. То есть это были густые тропические леса с кучей растительности, и с обилием-обилием плодов. Ну, более того, в палеопотанические показано, что как раз вот в оцене и где-то там в олигоцене количество плодовых деревьев, видимо, резко увеличивается. Ну, и, собственно, вот наши предки на это дело набросились. Потом, правда, в миоцене больше становится всяческих трав уже. Ну, и в конце уже миоцена, там, ближе к 10-7 миллионам лет назад. Это привело к тому, что наши предки так хорошо подвымерли, а кто-то в итоге вылез в саланну и там стал двуногим, но еще позже. Но это уже другая история. А вот в тот момент нашим предкам жилось хорошо. Ну, и хищники. В это же время появляются как раз те самые кошки. То есть я вот упоминал там ягуаров, оцелотов, но ягуары-оцелоты – это современные хищники, которые появились в Южной Америке там совсем недавно. Ну, там, дай бог там 3 миллиона лет. А мы-то говорим про 30 миллионов лет. И в те времена, ну, как раз какой-нибудь там олигоцен, появляются кошки. И там примерно плюс-минус в то же время, может, там чуть попозже, а может и не попозже, появляются, например, виверы, которые, ну, сейчас для приматов вроде не такие прямо опасные. Но в то время мы-то были меньше, и для нас они были опасные. И куньи появляются. А куньи некоторые и сейчас для приматов бывают опасны. Ну, харза, например, тоже, кстати, яркая, оранжевая, но вот здоровая. И какую-нибудь макаку или даже какого-нибудь там танкотела, лангура, убивают только так. Хотя, казалось бы, что там, господи, большая куница. А макака-то сама тоже не такая прямо гигантская. И там один укус в затылок, и привет. Поэтому видеть вот этих хищников стало принципиально важно. И наша цветность, собственно, изменилась и реализовалась. И вот мы стали такие прямо ярко видящие. Но все-таки до идеала мы еще не доросли. А как ни странно, на этом наша история цветности зрения не остановилась. Потому что у современных людей известны аллельные варианты красного вот этого гена. То есть у нас есть синий, зеленый, уже ново сделанный красный из зеленого. Но есть разные варианты вот этого красного. Но поскольку все это находится по-прежнему на X-хромосоме, собственно, как оно и всегда было, то получается, что так же, как вот с зеленым и красным цветом у широконосых обезьян, разные красные цвета у нас реализуются тоже у мужчин и женщин. Соответственно, у мужчин какой-то будет один вариант этого красного, потому что ген-то один и тот же. А у каких-то везучих женщин на двух X-хромосомах есть разные аллели красного цвета. И они как-то друг от друга отличаются. Но вот тут мы вступаем в область еще непознанного. И теоретически хорошо бы это дело изучить. Ну, рано или поздно кто-то напряжется и сделает, но по техническим причинам пока место это не сделано. То есть мы видим, да, как бы аллели есть, но в чем это выражается, мы пока не знаем. То есть так чисто гипотетически некоторые женщины, ну там в каком-то проценте, лучше различают оттенки красного цвета. Ну, потому что если аллели разные, наверное, и апсины немножко как-то отличаются, какие-то разные там длины воспринимают. И, наверное, какие-то разные оттенки розовости, там красности будут воспринимать. Ну, из этого можно опять же там нафантазировать, что поэтому-то розовый цвет это такой женский цвет, да. Но это уже, конечно, такая культурная штука. Тут к реальности, наверное, не привязано никак. Но тем не менее, по факту, только для того, чтобы узнать, так ли оно, а ли не так, надо поймать много-много женщин. Соответственно, сделать им генетический анализ, посмотреть на двух разных иксах какие-то аллели, одни и те же или разные. Соответственно, рассортировать их. Вот у этих такой аллель, у этих такой аллель, там, да, на обоих иксах один и тот же. А вот у этих везучих два разных аллеля. Потом дать этим толпам женщин какие-то там замысловатые тесты на различие оттенков розового. Ну, хорошо бы, чтобы это были художницы, рисовали закаты, например, да, и восходы. По сто пар близнецов еще совсем в идеальном варианте. Ну вот. И после того, как мы сравним их там вот эти способности к развлечению, всю правду узнаем тут же, конечно. Но поскольку сделать это крайне проблематично, ну, потому что это надо секвенировать, да, вот эти разные иксы, там, выявлять, какие-то тесты придумывать, ну, вот. Да еще придумывать по-хорошему должны, опять же, самые вот эти везучие женщины, которые хорошо различают, потому что мужчины просто их не будут различать, как они эти тесты составят, тогда непонятно. Ну вот, или какие-то должны эти тесты составлять вообще физики, которые там с помощью какого-нибудь спектрографа там эти будут цвета различать, глазом они не будут видеть, да, а вот прибор-то им покажет, что вот здесь вот разный спектр. Ну вот. Но, короче, это все такие технические заморочки, что никто, конечно, этого еще ни разу не делал. Вот. А рано или поздно такие, я думаю, сделают. Ну вот, потому что любопытство человека велико. Ну и останавливаться не стоит, потому что красный там мы восстановили и отвоевали, и среди млекопитающих только вот узконосые обезьяны нормально так и видят. Ну вот, ну и широконосые так с верхом пополам. А ультрафиолет мы еще не отвоевали, вот. А есть еще ширший спектр, есть инфракрасный цвет, чего бы его не видеть. Вот. Есть еще там в обе стороны, да, там длинные волны гуляют там дальше и больше. Ну вот, но вопрос, возникли ли оно само. То есть, допустим, рождается человек, мутант, который видит ультрафиолет. Но вероятность того, что эта способность даст ему какой-то невероятный приплод, и он наплодит столько прям потомков, что это распространится по всему человечеству, и это станет общевидовым признаком, ну я в это верю слабо. Ладно бы этих людей было какое-то ограниченное количество там на каком-то острове, да, это еще можно поверить. Когда у нас там 8 миллиардов человек на планете, чтобы какая-то мутация так прям расползлась на всех, ну, по крайней мере, это займет какое-то безумное время. Ну вот. Поэтому, как обычно, я рекомендую поменять наши способности. Мы же видим, вот, допустим, рак богомола, да, у него там 26 вариантов. Чего бы нам не подвинтить, как бы посмотреть, как у него там эти апсины устроены. И нам в генах поменять, и это тоже будет. А плюс наши комбинаторные способности мозга, которые из трех-то цветов создают там то ли 100 тысяч, то ли миллион комбинаций, там по-разному говорят, но никто не знает, честно говоря. Ну вот, то из 26, да, там, ну, с расширением диапазона, там, не только там разные красные, да, а еще там, опять же, инфракрасные, ультрафиолетовые, там, гиперфиолетовые какие-нибудь, я не знаю, там, как эти волны называются. Ну вот, мы накомбинируем еще столько всего, что мир откроется нам в полном великолепии. Но это дело некоторого будущего. Оставляйте комментарии, пишите, какие цвета видите вы, в каком невероятном диапазоне вы воспринимаете действительность, чем вам в жизни не хватает. Ставьте лайки, если вам все это понравилось. Ну, можете поставить дизлайк, если вы не видите цветов и вам все это не понравилось, потому что вас это угнетает. Подписывайтесь на Телеграм-канал, там вас ждет еще много всего интересного.